Субтитры создавал DimaTorzok 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 В общем так же он с помощью иглоукалывания делает Открывает меридиан Син начинает циркулировать по телу Восстанавливает циркуляцию жидкости Восстанавливается функция внутренних органов И организм сам излечивает свою болезнь То есть надо просто организму помочь Восполнить этот запас энергии А не надо, потому что мы вот этими упражнениями Вместо иглоукалывания Вот все упражнения, которые делаются Вот в этом комплексе Они способствуют тому, чтобы Происходило восполнение энергии внутри тела И улучшение циркуляции во всем теле Во всех этих каналах меридиан И за счет этого Эта лечебная гимнастика способна Вылечить практически большинство Всех мыслимых и немыслимых заболеваний Вот как этот китайец сказал Три месяца занимаешься регулярно Каждый день Каждый день занимаешься Ну вот как я Понятно, что реальности в Москве Очень тяжело заниматься с инструктором каждый день Но я вот пришел к выводу, что достаточно Три раза в неделю заниматься с инструктором Но каждый день заниматься самому Хотя бы сначала С одного упражнения Хотя бы ногу начинаешь перед сном тянуть Первое упражнение делать Потом потихонечку добавляешь еще одно упражнение Потом на уровне трех Постепенно, по мере того, как ты запоминаешь Начинаешь потихонечку дома тоже делать Но хотя бы одно упражнение Это дома дома поделать Чтобы в итоге вот этот каждый день он присутствовал, чтобы каждый день вот эти настройки, все эти делают. Сотруднику что мешает работать и жить, а соответственно и работать? То, что он в ранний прожитый период времени накопил слишком большое количество стрессовых ситуаций. И то, что сейчас современная медицина называет бичем фактически, это психосоматические напряжения, которые парализуют фактически деятельность. То есть, больше 70%, кто-то говорит, 40, какие-то врачи, где-то до 70% всех заболеваний, не только опорно-двигательный аппарат, это психосоматические напряжения в этом виноваты. Значит, фактически вы не можете ни жить, ни работать в результате того, что у вас вся жизнедеятельность, у вас сели батарейки, вам все тяжело, встать со стула тяжело, все время хочется лечь, все время хочется встать, все тяжело. Вы себя понуждаете только волей, обязательствами перед заработодателем, перед семьей, перед тем и тем, вы себя толкаете, толкаете, толкаете. А нормально жить и функционировать вы не можете, потому что у вас все, на это сил нет, и батарейки сели, и напряжение сплошное. Поэтому смысл этой, допустим, гимнастики, потому что она создана врачом для потенциального пациента. Он говорит, не всех интересует кулачное искусство, не всех интересует цигун с его далеко идущими планами, целями, задачами, а каждого интересует метод восстановления здорового долголетия. Поэтому он, видя перед собой этого измученного пациента, он сказал, вот вам я даю такой комплекс, который вам поможет снять вот эти напряжения, восстановить этот запас энергии внутри вашего тела, восполнить циркуляцию, восстановить нормальную. И в результате этого дальше организм все сделает сам, и вы придете к состоянию нормальности, то есть здорового самочувствия, соответственно, своему возрасту. У вас будет хорошее настроение, хорошее самочувствие, организм сам подлечит там все эти проблемы, и вы будете доброжелательным, улыбчивым, энергичным, и вы можете нормально выполнять те функции, которые над вас висят. То есть вы придете к состоянию нормальности. Если кто-то в результате дальше захочет, ему понравилось, как он говорит, если человек начнет, вот будет эти три месяца заниматься, и он потом увидит, как это интересно, как это захватывающе, он захочет, ой, а что дальше можно? Он, пожалуйста, может начать дальше заниматься. Таджи Цюань, там, Багу Джан, может быть, йогой кто-то захочет заняться, может, дальше начнет совершенствоваться, чтобы улучшать какие-то особые качества, развивать себя, самосовершенствовать дальше. А кто-то может сказать, а мне этого достаточно, ой, какой я хорошо, я так, ну, нет, он просто будет поддерживать. Состояние нормальности, вот этим, как зарядку делать каждый день, поддерживать свое состояние нормальности и не впадать в такое бессилие, которое он нажил к своим, там, 30, 40 или 50 годам. А вы как порекомендуете, вот, каждый день ходить, или могут там, там, пропускать? Сначала, смотрите как, сначала моя задача, вот успех этого дела заключается, от трех факторов зависит. Понимание принципов, наличие метода и применение, так скажем, как они говорят, гунг-фу, это работа, применяя, то есть, работа, требующая много времени и сил. То есть, вы со своей стороны должны пожертвовать каким-то временем и силами для того, чтобы делать, для того, чтобы, ну, сначала, так скажем, вынуждать себя, а потом уже начнете удовольствие получать. Начать в течение этих трех месяцев заниматься, потому что, сколько бы я вам ни объяснял, теоретически этот навык у вас не приживется, вы должны практически его закреплять. Поэтому моя задача – разъяснять принципы этой внутренней работы, передавать вам метод. Вы, со своей стороны, тратите время и силы на то, чтобы его осваивать. В результате это как курсы вождения автомобилем. Вот вы ходите три дня, теория практиков, теория практиков, конечно, вы получаете права, закрепляете навык, и всю жизнь потом ездите, работаете, этот навык используете. Очень важный момент – снятие вот этих напряжений. Как оно, за счет чего напряжение? Вот вы берете, сжимаете кулак и держите, держите, держите пять минут, десять минут. А потом, как это вы разжимаете, вы не можете, потому что вы устали. Выдох. Не можете, уже спазм, у вас не хватает энергии. А теперь представьте себе, что ваше психосоматическое напряжение годами, вот этот кулак сжат у вас последние несколько лет, не разжимается. То есть, а никакая работа не может совершаться без энергии. То есть, за счет какой энергии совершается вот эта работа в вашем теле, вот этими вашими мышцами, которые реально вы видите, что она напряжена, и вы ее расслабить не можете. Так вот, это психосоматическое напряжение, откуда оно взялось? Ваше психоэмоциональное. Вот на примере один врач мне объяснил, на примере собаки. Он говорит, собака бежит, навстречу и другая собака. И она отпугнуть, она ощеривается, там рычит, холка дыбом. Отпугнула собака, раз ушла, дальше расслабила, побежала дальше. Вот у нас все время такое состояние. То есть, мы все время кого-то, какой-то стресс, мы все время от всех, все время кого-то отталкиваем, отпрыгиваем. То есть, вот это вот задранные плечи, вот это все поднятое, это вот это состояние, все время вот эти стрессы. То есть, получается, вот эта психоэмоциональная энергетика, которая срабатывает, этот момент какого-то микростресса, она уходит внутрь тела. И самая большая проблема, что она внутри тела застревает и не уходит. То есть, тело превращается в сосуд с накопленной вот этой отработанной психоэмоциональной энергетикой, потому что по какой-то причине не покинуло ваше тело. И получается, как сосуд с нечистотами энергетическими. И вот эта энергия, застоявшаяся психоэмоционально в вашем теле, она питает вот этот тонус, потому что тело как-то пытается от нее избавиться, хотя бы сжечь, это напряжение вот этим ее работы, этих мышц постоянно. То есть, как-то от нее надо избавиться от тела, тело же тоже умное, потому что он не может. Поэтому вот это вот тонус. Поэтому фактически, для того, чтобы это избавиться, как это сделать? В какой-то степени врачи, остеопаты помогают это делать, снимать эти спазмы мышечные. Это они чисто механически все-таки планы-то? Вот я объясняю, как мы будем учиться снимать этот спазм. Вот смотрите, чтобы снять напряжение с какой-то мышечной, мы делаем первое упражнение, когда ногу тянем, кладем ее на стол. Спинку стула, спинку стула и наклоняемся к корпусу. Что мы делаем? Одна часть тела растягивается, вторая часть тела сжимается. И для того, чтобы снять спазм с мышц, нужно ее растянуть или сжать статически и зафиксировать на какое-то время. Мы выбираем отдельную, самую длинную мышечную группу, ее сжимаем, а вторую потом растягиваем. И начинаем ее томить. То есть, мы перестаем делать мелкие движения, шевелиться, замереть, дышать спокойно и ждать, наблюдать за процессом. Мышца начинает томиться, 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 доходит до определенного предела томления. И потом происходит реструктуризация напряжения внутри этой мышечной группы. Она раз и обмикает. Происходит микросброс вот этого напряжения, которое там скопилось. И в этот микросброс, тот микрорезультат, который нам нужен. Потому что в этот момент тело, то есть, мы отщипнули часть этого напряжения в теле и стерли один файл в голове. Потому что в голове образ файла остался, если использовать компьютерную терминологию. А напряжение в теле, информации уже в этом файле нет. Вы не можете вспомнить, с чем был связан этот стресс. Но место он в вашей голове занимает. Поэтому нужно фактически форматировать, сбрасывать в корзину мусорную и вообще из компьютера стирать. Вот этим принципом мы стерли один файл и сбросили кусочек напряжения. Обмякло тело. Дальше мы переходим на следующую ступеньку. Опять натяжение, опять фиксация. Замираем, дышим спокойно. И ты все время находишься в состоянии подпитки. Это бесперебойный источник питания. Который вы им пользуетесь или нет? Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»